В Нижнем Новгороде проживает 49 долгожителей старше 100 лет. Михаил Васильевич Збитнев накануне Международного дня пожилых людей отметил свой вековой юбилей. Михаил Васильевич, для меня очень большая честь передать вам телеграмму президента нашей страны Владимира Владимировича Путина с днем рождения. Вы большой молодец, потому что не так часто встречают человека, которому 100 лет и у которого удивительная дата. Судьба ветерана уникальна уже тем, что в ней отразились многие события 20-го столетия. После революционных годов, Великая Отечественная война, перестройка. Все испытания, потери и переживания им достойно пройдены. Закалился его стойкий характер. Несмотря на почтенный возраст, Михаил Збитнев находится в здравом уме. Секрет долголетия, по его словам, достаточно прост. Я сам никогда не думал о том, что продолжить до 90 лет. Всякие условия жизни-то были. Я был на севере всю войну, с первого до последнего дня. Я уже после войны через месяц мобилизовался. Какие там условия были в жизни. Я советую сейчас ехать из города в деревню и заниматься сельским хозяйством. Международный день пожилых людей – это день мудрости и день добра. В этот день каждый старается порадовать близких людей, перешагнувших черту преклонного возраста. У нас в городе будет проходить декада пожилых людей. Сегодня было большое городское мероприятие. В каждом районе пройдут такие же мероприятия с привлечением органов социальной защиты, пенсионного фонда. И самое главное, чтобы в нас никто не был забыт, всем сказать слова благодарности за их добросовестный труд. Сегодня возраст самого пожилого человека, проживающего в Нижнем Новгороде, 109 лет. 37 долгожителей отметили и будут отмечать свой столетний юбилей в этом году в Нижегородской области. Артемий Котков, Время новостей.